Доброе утро, ребята. В студии я, Ольга Миримская, и наш очередной выпуск Клуба Деловых Детей. Со мной здесь... Я, Филя. И Степашка. Всем доброе утро. Доброе утро. Давайте вообще подумаем, откуда в семье могут взяться деньги. Например, можно найти клад. Можно. Бывает же такое. Много найти. Можно, конечно, получить наследство. Но, как мы с вами понимаем, наверное, всё-таки самый правильный и самый распространённый способ получить деньги – это их заработать. Заработать. Да? Согласны с вами? Да. Мы согласны. Да. И мы знаем, что большинство взрослых каждое утро ходят на работу. И ходят они на работу, чтобы получить там зарплату. Они производят какие-то товары. Полезные. Какие-то полезные вещи, которые потом можно продать. Или оказывают, например, услуги. Вонитель автобуса обозит людей и тем самым оказывает услугу. За это мы платим деньги. Врач лечит людей. Это тоже услуга, за которую он получает деньги. Люди любой профессии вкладывают в свою работу труд, знания и время. За это они получают денежное вознаграждение, которое называется заработной платой. Конечно, как вы можете догадаться, размер заработной платы бывает очень-очень разным. И зависит он от сложности работы, которую умеет делать человек. Представляешь, чтобы стать хорошим доктором и лечить людей, нужно пять лет учиться в институте. Потом два года в ординатуре. Потом в какой-нибудь больнице проходить специальную практику. То есть человеку, чтобы стать хорошим врачом, нужно, ну, как мне кажется, лет 10. И, конечно, зарплата врача будет больше, чем зарплата, например, дворника. Давайте порассуждаем дальше. Возьмем такие профессии, как полицейский учитель. Сегодня многие наши зрители придут утром в школу и встретят своего любимого учителя. Эти люди получают зарплату каждый месяц. Но есть люди так называемых творческих профессий. Актеры. Актеры, хорошо. Девцы. Девцы. То есть есть, например, творческие профессии, люди которых могут получать зарплату тогда, когда они сделали свою творческую работу. Например, написали книгу. Ну, или придумали какую-то песню. Или нарисовали картину. Таким образом, как мы с вами поняли, бывает зарплата фиксированная. То есть одинаковая. Каждый месяц. Да, постоянная. Бывает еще зарплата почасовая. Какой бы вы, например, придумали? Нянечка. Нянечка, да. Которая сидит с ребенком. Да, точно. А еще репетитор. Да, преподаватель тоже. А теперь давайте еще подумаем, какую работу оплачивают сдельно. Как вы думаете, что такое сдельно? Сдельно – это слово «сделка». Да. Это может быть в сельском хозяйстве. Знаешь, Степашка, это может быть в любой отрасли промышленности, но сдельно – это значит, что тебе платят за ту работу, которую ты сделал. Например, строитель может получать заработную плату не за каждый час работы, а по договоренности за уже готовый построенный дом или за ремонт детской комнаты. Такая зарплата называется сдельной. На самом деле, ребята, на свете существует более 70 тысяч профессий. Давайте мы сейчас поговорим про самые удивительные профессии, про которые, я думаю, вы даже никогда не слышали. В Англии весьма популярной стала услуга так называемого «стояльчика в очереди». За определенную денежную плату специальный человек соглашается постоять за вас в любой очереди, освободив таким образом ваше время. Давайте, наверное, расскажем ребятам про одну удивительную профессию. Я думаю, что все наши зрители захотят попробовать себя в этом качестве. Профессия называется «Пробователь сладостей». Ух ты! Я хочу попробовать себя в этой профессии. Да я уверена, что все наши зрители захотят себя попробовать в этой профессии. Практически на каждой шоколадной фабрике существует такая профессия. И, кстати, многие шоколадные фабрики с удовольствием предлагают детей. Вот такие специальные мероприятия. Мы любим шоколад. Да, представляешь, приглашают много-много детей, сажают их за специальные столы, раздают им конфеты, говорят, ешьте. Сколько хотите. А потом надо говорить, понравилось или нет? Да, а потом надо заполнять специальную анкету и говорить, понравилось или нет. Дорогие ребята, если вы знаете какие-нибудь удивительные профессии вокруг вас, или вы вычитали что-то любопытное в какой-то очень интересной книжке, обязательно присылайте нам свои рисунки, свои рассказы. Мы обязательно про них тоже расскажем и покажем ваши рисунки в нашей программе. Пишите, мы ждем. Да. До свидания. До свидания. Всем счастливо. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!